Когда мы говорим об армяно-азербайджанском конфликте, то должны понимать, что Армения не имеет права безответственно использовать российское оружие, тем более такое современное, как ракетные комплексы Искандер, не поставив об этом в известность российскую сторону. Об этом сказал Трент, израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя заявление бывшего заместителя начальника армянского генштаба генерала Хачатряна о том, что Армения во время войны применяла против Азербайджана приобретенные у России оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер, не известив об этом российскую сторону. По его словам, Армения ведет себя не как страна, отвечающая за свои действия, а как какая-то террористическая организация. Эксперт считает, что продавец оружия всегда должен знать, в какие руки оно попадет и против кого будет направлено. Существует ответственность как продавца, так и покупателя, сказал Финкель. Он выразил уверенность в том, что не в интересах Российской Федерации и администрации президента Владимира Путина, чтобы российское оружие и ракеты Искандер были использованы против Азербайджана, союзника и друга Российской Федерации. Безусловно, Российская Федерация – это важнейший игрок на постсоветском пространстве, гигантская страна. Россию и в частности администрацию президента Владимира Путина очень интересуют дружественные, хорошие и теплые отношения с Азербайджаном. Россию и Азербайджан связывают огромный энергетический бизнес в газовой и нефтяной сфере, многочисленные инвестиционные проекты, проекты по продаже Азербайджану российского оружия, совместные проекты по борьбе с международным терроризмом. И вот так подставлять Российскую Федерацию, как это сделал Хачатрян, очень неправильно, потому что Россия заинтересована в мире, который должен быть в частности и на Южном Кавказе, сказал Финкель. По его словам, безответственное поведение Армении еще станет предметом разбирательства на самом высоком уровне в Кремле. Слова Пашиняна о том, что Армения не обязана согласовывать свои действия с Москвой, противоречат и международному праву, и соглашению между страной, производителем, продавцом оружия и покупателем. Они противоречат и логике вещей, потому что сегодня Армения как страна и одного дня не просуществует без поддержки, покровительства и помощи Российской Федерации. И вести себя так, словно Армения является самостоятельным государством, которое не зависит от России, просто смешно, добавил эксперт. Субтитры создавал DimaTorzok